приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы у нас сегодня белые грибы карпатское золото к сожалению которого становится все меньше и меньше почему я решил снять это видео ну во-первых сезон грибов а во вторых мы недавно пришли к нашим друзья друзьям в гости и они в числе закусок подали грибы в сметане чего не туда только не использовали в этот рецепт и куркуму и какие-то приправы ну в общем не могу сказать что было безумно вкусно но я считаю что грибы в сметане особенно белые грибы надо готовить именно по карпатскому рецепту по карпатскому методу так как их готовят на закарпатье так как их готовят в украине на западной украине на гуцульщине поэтому хочу с вами поделиться этим прекрасным рецептом если вы захотите приготовить грибы в сметане а тем более белые грибы друзья не используйте никаких приправ сам вкус белых грибов он настолько потрясающий вот не нужны сюда никакие приправы соль перец сметана и лук нарежем грибы крупными кубиками именно крупными крошить их не стоит потому что если вы их покрошить это вы получите ну какую-то такую кашеобразную массу конечно белые грибы не особо разваривается в процессе тушения со сметаной но допустим шампиньоны а тем более польские грибы вот примеру возьмем польские разваливаются очень сильно если их мелко накрошить то реально получится каши вот такими вот кубиками примерно нарежу все грибочки после того как порезали грибы порежем лучок сильно мелко не надо вот примерно так и вот друзья белые грибы их ни в коем случае не надо не варить не как-то подготавливать вообще белые грибы ем сыры мы когда с ларисой в карпатах по лесам гуляем собираем белые грибы либо их можно на палочке чуть-чуть для вкуса обжарить на костре либо вообще их можно ну вот реально их можно как шампиньоны кушать сырые совершенно спокойно они настолько чистые насколько без настолько безопасны и то же самое кстати касается и шампиньонов разогреваем глубокую сковородку добавляем одну третью часть растительного масла и примерно две трети сливочного вот грибочки лучше обжаривать на сливочном масле растопим его полностью и обжарим белые грибы до золотистой корочки в начале первые несколько минут жарки грибы начнут отдавать влагу после этого влага выпариться и они начнут потихонечку обжариваться на всякий случай я засек время чтобы сказать сколько времени мы будем обжаривать но тут надо ориентироваться не на время потому что объем грибов будет разный соответственно разное количество влаги и выпариваться она будет по-разному поэтому будем ориентироваться на их внешний вид и так обжариваем естественно не забываем помешивать время от времени через пять минут когда грибы выпустили влагу следует их посолить вот у нас 350 грамм грибов маленькую щепоточку соли использую досолить всегда можно вот пересоленные грибы в сметане будет не очень вкусно через десять минут грибочки приобрели вот такой вот замечательный золотистый цвет добавляем лук и обжариваем его таким образом чтобы он тоже немножко подрумянился еще через восемь минут лучок обжарился добавляем сметану вообще все пропорции друзья и текстовый рецепт как и обычно вы найдете в описании этого ролика перемешиваем грибочки со сметаной уменьшаем могу огонь и тушим на медленном огне до того как сметана выпариться наполовину для точности я опять включаю секундомер и скажу сколько времени это заняло через три-четыре минуты сметана начала частично выкипать как видите немного закусить загустело на этом этапе грибы надо попробовать и если необходимо досолить и также при желании добавляем черный перец у нас желание есть перец мы любим поэтому добавляем много не смотрите на этот ужас и добавляйте именно то количество которое вам будет вкусно вытушиваем еще некоторое время всего у нас ушло на тушение пять минут сметана загустела если вы хотите более густой консистенции то можно еще пару минут как вытушить но как по мне вот этот сметанный соус должен быть такой не очень густой вот такой вот как вы его сейчас видите друзья выключаем огонь дадим грибочкам немножко остыть и будем дегустировать как видите каких-то 15 минут и вкуснейшее блюдо грибочки сметане готовы точно по такому же рецепту можно приготовить и шампиньоны грибы в сметане можно подавать как закуску так и как отдельное блюдо допустим я очень люблю грибы в сметане с картофельным пюре можно было сверху украсить какой-нибудь зеленью но не рекомендую этого делать потому что белые грибы они настолько вкусные у них настолько яркий вкус что любые усилители любая зелень которая перебьет запах она просто не нужна попробуем друзья что у нас получилось поверьте это просто фантастика но один запах и я тут пока держал эту тарелочку и говорил чуть с ума не сошел это просто фантастика они невероятно вкусные даже если вы не будете в этом году в карпатах а если будете в карпатах в любой колыбе можете заказать грибы сметане нам приготовят именно по такому рецепту а если не будете в карпатах сходите в лес своем регионе или просто на рынок купите грибочков белых и попробуйте приготовить сейчас грибной сезон они не очень дорогие а вкусно просто невероятно вкус белых грибов не сравним ничем. Поэтому, друзья, самый простой, самый быстрый рецепт грибов в сметане. Ничего сюда дополнительно не надо. Поверьте вам, невероятно вкусный. Попробуйте приготовить, вам понравится. Подписывайтесь на наш канал, как обычно говорю вам. Ставьте пальцы вверх, если видео понравилось. А мы с Ларисой готовим для вас новые рецепты сыровых колбас. Грибы в сметане, это так к сезону было. Всего доброго, пока!